привет друзья всем доброго времени суток а вот однажды я пришла кормить своего утя ути ути зову его он приходит оттуда вот откуда-то со стороны вот этого дома который там стоит я прям думаю может быть он там ночует это утро его звала звала и вот он оттуда прям вот по сухой части это были сучка приходит приходит ко мне его стала кормить еще одна удочка примчалась прям с другой стороны моста это самочка мой который я вот он которого я кормлю это селезень видно рисунок на его крыле на одном есть рисунок на другом нет он видимо ну крыло повреждено короче говоря поэтому нету рисунка а у этой ути вообще нет рисунков значит это самочка так что у него появилась компания теперь буквально два кусочка хлеба у меня только оставалось и я дала этой уточки никогда ее раньше здесь не видела ой испугались что-то что там такое испугались утки купаются это не так купаются плещутся лисы я думала улетят зимой потому что с другого места которое я знаю где мы бываем ближе к пляжу к побережью вернее к побережью то они перелетают отсюда нет и они себе тут на деревьях и тут на деревьях вот такие ребятки flying foxes летучие лисы не мыши у нас а лисы потому что они довольно большенькие такие красавчики ждут солнышко это утро у нас довольно не ранее 10 часов это уже ближе к обеду ждут тепла но сегодня обещали какой-то еще дождик после обеда не знаю будет или нет ку-ку-ка-ка ку-ка бары вот такой рисок тут везде дома там улица там улица с домами и тут везде улицы полные домов просто между этими улицами всегда у нас где-нибудь найдется кусочек лесочка обычно так вокруг ручьев речек крик у нас называется текущий ручей текущая речка крик это наверно крик потому что тут всегда вода нет не всегда когда бывало засуха у нас тут тут воды нет где-то может еще и есть а тут аж до дна просыхает какой довольный зарядка теперь занимается налопался хлебушка спящие красавицы днем спят ночью летают на многих-многих деревьях не только на этом там еще несколько деревьев в глубине они там а и вон там тоже еще одно дерево днем спят ночью летают кормятся только ути наверное будут и так понимаю если тоже никуда не мигрирует потому что тут вокруг есть речки озера они могут туда перебраться не знаю вот там сидит дракон больше увеличить я не могу вот он сидит на вот этом поваленном стволе замер ох есть ему тут еды полным-полно потому что тут всякие мальки вот эти ребеж водятся они там плавают наверное какие то еще есть мелкие ящерки но само собой и насекомые мухи всякие бабочки стрекозы вот это он тут охотится и уткам есть что есть они наверное это водоросли едят что-то плещется девушка плещется вот видно да с этой стороны на крылья нету рисунка а на левом крылья есть на правом нет вот так вот он не летает поэтому у него нет рисунка поэтому такая счастливая парочка все у них хорошо так интересно не чирикают мне нравятся звуки которые они издают и звуки дикого леса ну все корнюшка закончилась еду дальше ну вот он дом уже почти существует дом сегодня суббота поэтому никто не работает а так вот уже несущая конструкция установлена раньше ее делали из дерева а теперь из металла ну и раньше термиты могли заводиться из-за этого дерева внутри стен дома а теперь нет вот такая современная постройка дома в Австралии они всегда начинают вот с этой несущей конструкции а потом или такие панели будут туда прикреплены прочные или кирпичом обложат вот входит или такой дом кирпичный или панельный и крыша может быть тоже металлическая может быть вот такая черепичная посмотрим ну и после обозрения дома сразу на мой любимый массажер ой всем рекомендую так классно особенно если кроссовки не с толстой с толстой подошвой ну вообще ну такой классный массаж ступней получается но но просто идеальный вот просто ходишь и и балдеешь вот тебе и суббота все спят никого нет детишки все еще дома завтракают а еще мне очень нравится всем советую между прочим покачаться на детской качельке нет не на этой а вот на вот этой это так классно так здорово возвращаешь тебя в детство расслабляет класс это просто вот так садишься я так делаю постоянно когда я тут бываю и качаюсь так здорово просто расслабон такой отвлечение от тревожных мыслей такие белые кусты у нас цветут всю зиму начиная с осени вот просто стоят некоторые как облитые белыми цветами ах такой сплошной как камушек такой какой-то скала такая такие мелкие такие цветочки ну так плотно плотно и вот такая красота всю зиму они у нас изображают снег вместо снега так красиво зима в нашем штате всегда красивая всегда хоть идет дождь хоть не идет всегда что-нибудь цветет так а ну-ка скутер надо другую руку правильно вот например знаменитые наши вот такие вот новогодние светящиеся гирлянды колокольчиков они везде и везде сейчас у нас цветут вот какая это красота во многих во многих дворах так сейчас я за кутер поставлю подойдем поближе так такие яркунчики всегда нет они не пахнут всегда обращаю на них внимание всегда ну невозможно не обратить они в некоторых дворах они плетутся не только на забор но и на соседние деревья и никто их не срезает потому что вот так вот зимой они зацветут и этими гирляндами будет украшен весь двор и забор и деревья вокруг красиво очень популярные растения у нас вот такой вьюн довольно массивный огромный но популярный основном для заборов вот что хотела еще показать вот такая печаль помните тут разноцветный красивенный фикус который рос вот в этом дворе как-то прохожу прямо не знаю такие чувства у меня и злости и возмущения и смеха и молодой мужик лет тридцати наверное рубит этот фикус и ветки валяются тут за забором и видимо там и во дворе у него я прямо подошла вот с той дороги я там ехала подошла к нему и говорю зачем вы его срезаете вообще-то говорю это украшение было всей улицы огроменный цветущий вернее цветной такой цветными листьями фикуса он говорит да он такой большой вырос вырастет еще говорит пусть растет опять он видимо его ну не знаю если не отравил то срубил до самого пенечка одного и говорит пусть теперь растет опять елки-палки я у него попросила кусочек не знаю растет он или нет вроде вроде бы рос верхушка как будто бы новый листик растила сейчас вроде бы замер не знаю вырастет или нет вот стрелицы николай так у нас называется вон она цветет и правильно меня поправили эти стрелицы гигантские они никогда не цветут оранжевыми цветами конечно только белыми почему я спрашивала вот предупреждают чтобы не сбрасывали мусор здесь вот штраф две тысячи долларов там вопрос кто засорил замусорил наш дом кто замусорил наш дом вот маленький вот этот вот такой летающий посум спрашивает и там написано что недавно было такое незаконное выбрасывание мусора здесь поэтому поставили это как бы предупреждение ну такие такие сволочи люди есть вообще без мозгов в головах без мозгов ни чуточки розуму нема и никогда наверное не будет уже у этих людей приезжают выбрасывают мусор пластик бросают проезжая молодежь вот в основном конечно может и взрослые такие тупые такие же и дети у них такие же ах такая печаль выбрасывают из окон остатки всяких этих макдональдсов своих любимых ну полные идиоты что скажешь нечего сказать и потом все это засоряет планету естественно и температура поднимается и сами же страдают и возмущаются но не понимают что сами же и виноваты да люди наверное так и закончат жизнь своей планеты и друг друга поубивают и засорят замусорят запакостят и нашей земле тогда конец если существа которые ее населяют не поумнеют это не только продукты сгорания там бензин горит в машинах нет самый большой процент вещества из которого образу выводится потом метан вот недавно у нас по телеку рассказывали это еда люди выбрасывают столько еды что этот метан который потом образуется вот он убивает планету и животных разводят люди чтобы их потом убить и съесть тоже загрязняют их содержание планету пожалуйста и вот вам результат и вот 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 вот